21 сентября в 8 15 вечера магазин компьютер плаза люди просто потоком заходят в двери выходят с радостные с покупками с новым айфоном под номером 5 вот он такой в этот магазин сегодня приехало 100 айфонов сегодня они продаются по цене от 65 до 75 тысяч рублей сами понимаете спрос рождает предложение поэтому такие высокие цены поделать с этим ничего нельзя есть желающие соответственно цена будет высокой окей покупать мы пока не стремимся мы умные дяди мы решили пока просто потестить начинаем скрывать новенький свеженький с завода foxcon iphone 5 как всегда в лаконичной коробке вот такой вот он беленький беленький iphone сразу видно вытянутый экран разрешение 1300 136 на 640 точек можно сравнить диагональки справа у нас старый iphone 4s слева новый iphone 5 сравните диагонали здесь три с половиной дюйма здесь 4 добавился собственно ровно один ряд иконок давайте включать снимаем все лишние пленочки и в общем то сразу ощущаем новый задник алюминиевый классный гаджет стал реально легче тоньше 7,6 миллиметра опять же можно сравнить стал потоньше и и реально полегче причем вот такая интересная штука люди говорят когда гаджет слишком легкий кажется что он ну такой типа некачественный в данном случае такого ощущения как бы нет пока я его еще не включил давайте смотреть что здесь есть 8 мегапиксельная камера которая перекочевала сюда в неизменном виде отсюда вот она точно такая же та же вспышка но добавился третий микрофон три микрофона устройства для крутых видео встреч и прочее 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 дальше сравниваем тот же рычажок блокировки ориентации экрана либо звука зависит от того какие настройки вы выбрали задники сравните теперь эта штука не бьется очевидно хотя стеклянные панельки все же остались сверху аудио джек переместился кстати вниз вот он аудио джек и новый коннектор старый коннектор принципе новый на 8 по бокам микрофон и динамик соответственно вот на старую такую старый аксессуар теперь эта штука не налезет нужен переходник стоит он в штатах 29 90 в россии как и все и всегда это видимо будет немножечко дороже я думаю раза так в три может быть и так что нужно сделать сперва нужно сперва добраться до специальной айскрепки в комплекте кстати да новые наушники в комплекте которые якобы запихивают звук прямо вам в ушной канал я уже такие попробовал позавчера реально очень крутой звук очень классные намного лучше чем те которые были раньше точно такой же чем как и был зарядник единственный новый коннектор на 8 пинов называется lightning классическая папочка в которой находится айскрепочка вот она осталась неизменном виде сейчас мы ее подцепим и вставляем соответствующий слот вытаскиваем кредл для новой симки формата наносим она стала значительно меньше ну как значительно не то чтобы сильно значительно но в общем старую теперь придется не просто обрезать но еще и подпиливать надфилем потому что она еще и в толщину уменьшилась на 15 процентов офигеть вот она новая симка пока симка есть формата нано только у мегафона и у мтс билайн обещает завести партию в октябре ну что выламываем симку топ вот она крошечная и реально можно потерять довольно легко вставляем правильно я понимаю нет неправильно сейчас вот так она вставляется и засовывается слот все теперь аппарат можно включать пожалуйста новый iphone с новым разрешением хотя конечно это не езди тем временем пока гаджет включается можно сравнить его с основным конкурентом от другого производителя слева у нас iphone справа у нас iphone слева у нас iphone 5 справа у нас samsung galaxy s3 ну в общем сами видите разницу экран конечно гигантский но iphone включился ну и конечно внешне этот гаджет выглядит поприятнее чем вот этот с другой стороны этот будет немножечко помощнее и потехнологичнее но не будем об этом поехали выбираем русский язык железо в новом айфоне якобы стало в два раза быстрее здесь новый чип под названием apple a6 тактовая частота 1 гигагерц два ядра новая архитектура и новый видеочип пауэр веер который используется также в консоли портативной консоли playstation vita так россия далее активация iphone может занять несколько минут слава тебе господа что теперь это можно сделать прямо по воздуху раньше приходилось все это подключать к компьютеру через айтюнс окей включаем службы геолокации настроим как новый iphone и входим с моим apple айди итак вход систему соглашаемся со всем принимаем в общем на самом деле на все про все уходит не более 10 минут начальная настройка айфона происходит практически мгновенно мегафон кстати уже определился полная шкала не надо использовать my cloud зачем не бу ну и ладно будем мы добрые ребята все понеслась итак новый айфон у меня в правой руке старый айфон у меня в левой руке сравните количество иконок увеличилось ровно на один ряд пять в общем то рядов теперь то что он не такой яркий это наверное просто следствие того что яркость не выкручена на максимум вот теперь он реально яркий вот такая круто тенюшка получается собственно вот такой аппарат фронтальная камера пожалуйста датчик освещенности кнопочка никуда не делась все ровно то же самое вот такая вот тема здесь установлена новая операционная система iOS 6 внешне она как бы ничем не отличается но есть небольшие нюансы в частности Siri научилась немножечко большему теперь с ее помощью можно прямо голосом отправлять твиты и сообщения в фейсбук не используя вообще пальцы но Siri так и не научилась говорить по-русски поэтому в нашей стране к сожалению этот сервис не то чтобы сильно удобен единственно англоговорящие ребята могут конечно что-то с этим попробовать но это конечно развлечение а не реальный инструмент попробуем панель выползающую сверху на манер андроида долгое время поклонники iOS говорили зачем нам нужна эта панель но в конце концов когда она появилась все сказали вау так круто как же мы без нее жили ну и соответственно здесь появилось некоторое количество фишек которые в андроиде уже есть например есть возможность настраивать черные списки белые списки есть возможность отбивать входящие вызовы не просто так а с автоматическим ответом через смс заранее забитое какой-нибудь извините я на встрече что-нибудь в этом роде вот такая штука появился пазбук который хранит ваши различные карточки ваши купоны различные и прочее 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 напоминает вам о том что какие-то из них возможно скоро у них заканчивается срок действия поэтому быстрее и быстрее давай используй их ну и конечно карты появились самые интересные наверное карты которые больше не предоставлены компании google это теперь собственно разработка apple с картографической информацией от компании tomtom вот такая история запрашивает разрешение использовать использование моей текущей геопозиции конечно разрешим ну и вот он показывает меня в Москве на улице покровка дом 47 вот такая вот штука можно нажать кнопочку 3d и тогда камера немножко что у нас здесь есть здесь есть булавочка пробки можно посмотреть пробки есть ли пробки в москве интересно в 8 то вечера в пятницу но вот что то пока устройство не говорит нам о пробках хотя интернет довольно жирный гибрид у нас есть когда на карту выводится 3d из пардон ну ладно еще раз зайдем так вот на карту выводится 3d изображение москвы вот так это делается увеличиваем но видимо требуется довольно много данных потому что грузится это все конечно не мгновенно ну в отличие от города нью-йорк какого-нибудь здесь пока нет реальных 3d зданий здесь есть только рельеф вот он вот он прогиб в улице садовая в садовом кольце вот они всякие холмы все такое прочее такая информация есть а реальных 3d зданий нет 3d здания можно показать на примере на примере города Нью-Йорк 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 пожалуйста 3d вид и теперь то мы должны увидеть всячески здания увеличиваем еще 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 и вот они кстати вот оно то что нам нужно реально 3d-шечное здание которое можно повертеть вот так то будем надеяться что когда-нибудь такая фишка доползет и до Москвы и не только Москвы но и других городов России хотя бы более или менее крупных скачиваем пару бенчмарков одинаковых естественно и ждем два бенчмарка запустились вот оно давайте нажимаем ну и в общем то честно говоря я особой разницы не вижу оба выдают по 60 фпс в общем то никаких никакой особой разницы нет вот кстати то о чем я говорил в предыдущем материале текстовом пока еще у нас не было на руках этого нового айфона но старые приложения которые еще не адаптированы под новую ось и под новое разрешение будут запускаться вот с такими восхитительными черными полосочками спасибо большое компания apple что дала разработчикам заранее сдк это такая небольшая шпильчка в сторону компании apple извините конечно но я считаю что блин ребята широкий экран конечно клево для просмотра фильмов но и всяких игр но прикольно было бы еще и старое приложение по запускать без вот этих полосок было бы классно ну что же вот 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 такой вот новый айфон по цене семьдесят пять тысяч рублей не знаю стоит ли он тех денег которые за него просят здесь сейчас в россии этим замечательным вечером двадцать первого сентября не знаю но сто человек уже сделал предзаказ уже идет в магазин и уже хочет его хотите ли вы этот айфон ну я не знаю конечно на мой взгляд покупать пятерку сейчас в россии это полный бред надо ехать в штаты или в европу и покупать за вполне вменяемые деньги этот аппарат там вот так вот так вот так вот так вот так это тоже нельзя но вот так я